Нынешнюю осенью ожидаются внеочередные выборы в парламент. Наши журналисты поинтересовались мнениями запорожцев. Нужна ли сейчас смена состава законодательного органа? Многие из тех, с кем мы беседовали на улицах города, высказывались в пользу проведения выборов. Люди считают, что нынешняя власть себя дискредитировала настолько, что даже необъявленная война и тяжелое экономическое положение страны не изменили мнение горожан о целесообразности проведения выборов в этих условиях. Кого хотят видеть у руля запорожцы? Надеюсь, что регионалы не будут принимать участие в этих выборах, так как себя они уже изжили, как партия. Ждем перемен, реформ, существенных, а не тех, которые пока что только декларируются. Надо смотреть на нормальных людей, которые разбираются абсолютно четко, и смотреть, что люди сделали. Если эти люди, даже без разницы, были они в регионах или в какой-то другой власти, если они нормальные хозяйственники, тех же ЖКХ, надо менять систему. За те партии, что сейчас в парламенте, я считаю, там незак, просто незакова. Какой выбор будет, какой выбор у нас будет, понимаете? Потому что если мы выбирать будем те, что сейчас есть там, то, соответственно, и получим то, что сейчас есть. А в конце концов, мы надеемся на что-то хорошее, на что-то лучшее. Надо новых выбирать. Людей, которым нужен народ, а не деньги. Которым нужна жизнь, стабильность в стране. Это что это такое? Сейчас идет война, не люди воеют, сейчас воюют деньги. Одна из респондентов оказалась беженкой из зоны АТО. Вот как она ответила на вопрос, нужны ли выборы. Да, но это бесполезно, абсолютно, я считаю. Ну, потому что я сейчас выехала из региона, где уничтожают просто народ. И это не показывают, вы по телевидению никто. У нас правды нет, я это убедилась, собственно. Я на глазах видела, у меня люди гибли. Мы сидели в подвале несколько суток. И нас бомбила официально, вам могу сказать, наша национальная гвардия. К сожалению. Поэтому, извините, ну не могу я никому сейчас верить. Очень больно. На моих глазах уничтожал мой город, завод. Попали несколько раз. Абсолютно безумно, бездумно. Поэтому, ну, вы ответ понимаете? Поэтому выборы, это будет фарс очередной, честно. Основная же масса опрошенных все же оказались оптимистами. Говорят, что выборы могут изменить политическую ситуацию.